Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Деком. Сегодня 29 ноября 2021 года. Это видео, как обычно, будет полезно тем, кто планирует инвестировать в рынок NFT. И сразу начинаем с самого важного. Мы приобрели две новые коллекции. Первая коллекция это GenArt. Мы купили членство. И более того, мы купили одну предыдущую коллекцию. Об этом мы поговорим немножко позже. Начнем со второй коллекции. Это у нас Орхидея в кимоно. Далее переходим на основной сайт этой коллекции. Немножко на ней заострим внимание. А именно заострим внимание на редкости. Когда обычный человек, и я в том числе, попал на рынок NFT. Я думаю, вы, когда попали на рынок NFT, и новички, которые будут приходить на этот рынок, все гонятся за редкостью. И я, естественно, не без исключения. Я также гнался за редкостью. И сейчас я понял, что это все лишнее на самом деле. Давайте мы посмотрим эту коллекцию. Здесь тысячи генеративных портретов. Ну и начинаем с редкостью. Напоминаю, что мы приобрели растения. Именно Орхидею. В плане редкости растения находятся менее редкими. То есть они наиболее частые NFT в этой коллекции. На втором месте идут грибы. На третьем месте идут кораллы. Потом идут минералы. И самые редкие идут аутсайдеры. Ну и теперь давайте мы перейдем немножко в саму коллекцию. Я вам покажу. Здесь гриб. И он был, когда я покупал растения. Он намного реже попадается в этой коллекции. То есть в плане редкости он дороже. Я, когда покупал растения, оно стоило 0,076. Но оно находилось где-то между этими двумя. То есть не сказать, что сильно дороже. Но в плане редкости оно в два раза чаще попадается растение, чем, например, вот этот гриб. Далее возвращаемся в нашу коллекцию. Находим то NFT, которое мы приобрели. Номер 1778. И визуально мне кажется, что это NFT намного красочнее, намного интереснее выглядит, чем вот те NFT, которые были сейчас представлены в продаже на открытом море. Ну, по крайней мере, за эти деньги. Несмотря на то, что там есть гриб, который более реже. Во-первых, орхидея. Орхидея это женский пол. Во-вторых, здесь кимоно. И кимоно тоже самое женский пол. Фон достаточно красочный. И если взять немножко исторические, родина орхидеи, конечно же, это Азия. То есть здесь все взаимосвязано и все сочетается. И, на мой взгляд, это хорошая покупка. Но если мы, опять же, немножко копнем редкости. Давайте мы введем здесь 1778. И мы увидим, что наш ранг 8850 из 10 тысяч. То есть она практически находится в самом конце в плане редкости. Запоминаем, 8850. Но если мы посмотрим здесь, то есть мы могли бы приобрести вот этот кактус на каком-то сером неинтересном фоне. Он находится на 2933 месте. И он дешевле, чем та орхидея, которую мы приобрели. Гриб, кстати, видите, он находится недалеко, на самом деле, от нас. Но он все равно реже. 7391. То есть нам выгоднее было, на самом деле, если в плане редкости, в плане цены, купить этот гриб. Но, если честно, мне этот гриб не особо понравился. Мне вот орхидея больше зацепилась. Поэтому нам надо тоже здесь определиться, что мы будем в коллекцию набирать. То есть мы будем, как все, как толпа, бежать и гнаться за редкостью. Либо мы будем стараться покупать яркие, интересные NFT и не обращать внимания на редкость. Я думаю, все-таки нам лучше выбрать второе. Почему? Ну, потому что вот эта шишка, она находится на 5273 месте. Но, если честно, она вообще никакая. Или вот эта. Я даже не знаю, что это такое. Ну, и все остальное. То есть здесь я даже не знаю. Но если смотреть вот эти все, которые я здесь вижу. Пожалуйста, вот кимоно. И здесь вообще непонятно что. Остальные то же самое. Здесь вообще мужской костюм и орхидея. Орхидея это девушка. Ну, в моем понятии. Должен сочетаться. А здесь у нас вообще получается мужик какой-то. Ну, и здесь все они как бы не особо интересны. Из этих я бы выделил, возможно, вот этот. Это у нас что у нас получается? Коралл какой-то, да? Да, но единственное, фон у нее достаточно такой неинтересный. Ну, и в принципе здесь. Ну, вот из этого всего, если честно, вот из запоминающихся таких. Более-менее. Наверное, вот этот будет, да? Ну, он практически стоит 0,1 Виталика. Но единственное, он здесь с трубкой. Но в последнее время, я обратил внимание, люди негативно начинают относиться к табаку и, естественно, к алкоголю. Поэтому, я думаю, лучше избегать также и не покупать те NFT, у которых идет пропаганда. Ну, по крайней мере, как минимум, курение. Это лишнее. Поэтому, если вот здесь разобрать, на самом деле, вот из всего, что здесь представлено, да, до 0,1 Виталика. Но, если честно, мне здесь вообще ничего не нравится. Несмотря на то, что здесь есть более редкие NFT. Ну, и давайте вот мы посмотрим, например. Давайте мы найдем самую-самую редкую. Так, здесь 2900. Запоминаем. Сейчас мы посмотрим, есть еще что-то реже. Вот, 2270. Ну, здесь уже ценник уже совершенно другой. Ну, ладно, мы сделаем вид, что они, в принципе, по цене одинаковые все. Вот, 1960. Самая редкая, да, вот из всех. Одна 1960. Я, честно, не знаю. Если вот мы посмотрим на нее, вот представьте, мы бы погнались за редкостью, да. Вот давайте мы просто сравним. Не будем смотреть на стоимость, просто посмотрим на изображение. И посмотрим на редкость. Но, представляем, вот это изображение, да. Запоминаем. И вот это изображение. Но здесь разница налицо. Это, знаете, равносильно ты идешь в целых, в чистых джинсах, да. И рядом люди идут все в чистых, целых джинсах. И здесь кто-то идет навстречу в драных, грязных джинсах. И он получается редкий. Он, получается, выделяется. И он получается дороже. Я, как бы, к этому отношусь, если честно, скептически. На мой взгляд, лучше взять такое NFT. Да, оно будет менее реже. Причем оно по цене даже выходит дешевле. Чем гнаться за редкостью и вот покупать вот что-то такое. Мне, если честно, вот это NFT вообще не нравится. Даже если она стоила в три раза дешевле, мне она все равно не нравилась. Не смотря, что она редкая. Это первое. Второе. У нас коллекция постоянно пополняется. Если честно, с каждым днем все сложнее искать новые NFT одному. И все сложнее следить за старыми NFT. Почему? Потому что у нас периодически также разработчики выпускают новые коллекции. И, естественно, как держатели основной коллекции, а это основная коллекция, обычно нам полагаются дропы. Ну и мы автоматом попадаем в белый список следующих коллекций. Поэтому я призываю всех, держателей NFT Декома, подписываться на те NFT в Твиттере, либо в Телеграме, либо в Дискорде. Но самое простое, наверное, в Твиттере подписываться на них, чтобы они не так сильно доставали сообщениями. И следить. Потому что одному, на самом деле, достаточно сложно все это делать. Я просто боюсь пропустить какой-нибудь дроп. То есть они могут запустить коллекцию, и я могу ее пропустить. И мы можем просто не приобрести достаточно интересные NFT за небольшую сумму. Поэтому обязательно подписывайтесь на те NFT, которые мы приобрели, и следите за разработчиками. Далее у нас вторая коллекция, которую мы приобрели. Мы приобрели ее вчера. Называется GenArt. И мы приобрели ее за 0,15. Цена подскочила. С чем это связано, в первую очередь, и почему я покупал. 1 декабря выходит у них достаточно интересная коллекция. И мы на ней немножко заострим внимание. И так как мы члены GenArt, у нас есть, скажем так, вайт-лист. Мы уже в вайт-листе к этой коллекции. Этой коллекции единственное выйдет ограниченное количество. 999 штук. Эта коллекция представлена у вас на экране. А членов у нас получается 5100. То есть на всех не хватит. Но в GenArt покупало огромное количество спекулянтов. Поэтому, я думаю, мы в любом случае эту коллекцию урвем. Единственное, здесь вопрос цены. Сколько запросят они. Эта коллекция не основная. То есть смотрите, как работает GenArt. Мы сейчас заострим внимание немножко позже. Я вам покажу просто эту коллекцию. Ну, чтобы вы посмотрели. Она достаточно, на самом деле, интересная. Мне вот, по крайней мере, она очень-очень нравится. И здесь еще есть работы из этой коллекции. Ну, вот мне больше, если честно, вот эта больше всего нравится. Но вероятность того, что мы ее купим, наверное, 1% из 100. А теперь давайте я расскажу, как работает GenArt. Ну, и здесь у нас есть вкладка Drop. И вы можете перейти к ним на сайт. И потом подробно, самостоятельно ознакомиться. Мы быстренько пробежим. То есть у нас есть какой-то художник. Художник, он выпускает совместно с GenArt коллекцию. И мы автоматом попадаем в белый список. Здесь указано количество. Конкретно здесь было выпущено 5500 экземпляров. У нас получается как раз 5100 членов. Но здесь 100 членов VIP. И им положено там или 4, или 5 NFT. А остальные им один к одному. Ну, что-то тип-товое. Получается максимальное предложение у нас всегда будет 5500. Это основное предложение. То есть это основные коллекции. Здесь представлены те коллекции, которые выходят каждый месяц. То есть раз в месяц у них выходит коллекция. Стабильно. И мы стабильно попадаем в этот белый список. Дальше здесь нет никаких газовых войн. Здесь, в принципе, нет ничего. Видите, у нас номер 893. У меня сейчас кошелек подключен. И мы можем чеканить эту коллекцию. Мы можем ее чеканить через месяц, через полгода. Неважно когда. То есть мы можем ее чеканить тогда, когда коллекция это стрельнет. То есть мы по факту можем ее вообще не чеканить в ближайшее время. Мы можем поступить. Ну, в принципе, я думаю, как большинство бы и поступило. Давайте мы сейчас откроем дропы. Вот у нас дроп, отдельная вкладка на открытом море. И далее мы находим ее коллекцию. Вот ее коллекция. Это вот коллекция и пол. 0,02 Виталика. А нам предлагают ее чеканить за 0,15. Но я думаю, смысла на текущий момент нет ее чеканить. Смотрите, нам повезло. Мы приобрели то NFT, в котором никто ничего не чеканил. Почему? Я пробил, кстати, продавца. Он приобрел 10 NFT. И 1 NFT он продал. И, естественно, так как у него нет столько денег, все чеканить, да, вот эти дропы. Он, естественно, у нее там, наверное, больше половины пустых NFT. Поэтому у нас все NFT я могу сейчас садиться и чеканить, то есть платить эти деньги. Вот эти все коллекции, которые там представлены, их там 6 или 7 штук. Поэтому они у нас про запас. Естественно, я открыл дропы, посмотрел на стоимость. Ну, не сказать, что коллекция такая, знаете, стремная за такие деньги. В любом случае она что-то стоит. И со временем она будет дорожать. Я основываюсь это на артблоках. В артблоках тоже выпускают различные коллекции. Но со временем, если взять артблоки, они на рынке там с 2017 и 2018 года. Давайте я вам покажу, что такое артблоки. Вот артблок, типичный артблок. То есть они выпускают такие коллекции с 2017 или 2018 года. Ну и ценники там примерно начинаются такие. То есть там 2-3 Виталика, 8-50 Виталиков. Есть вероятность, что через там 3-5 лет, ну, по крайней мере, она будет стоить дороже той цены, по которой мы ее купили. А я напоминаю, мы ее приобрели за 0,02 Виталика. Мы приобрели до 200 долларов. Поэтому я думаю, это удачная покупка на дистанции. В краткосроке, конечно, она иксы не даст. Но здесь, видите, там 34 тысячи долларов. Поэтому нам надо наполнять все равно коллекции подобными работами. Естественно, мы не будем все коллекции скупать. Смысла нет. Например, вот эта коллекция, если честно, я в ней... Это одна коллекция, вот Блум. Мы можем, в принципе, зайти и посмотреть также, сколько она стоит. Ну, давайте ради интересного я вам покажу, сколько стоит коллекция Блум. Здесь у нас представлена коллекция Блум. Ну и видите, 0,1 Виталика. Далее, если мы вернемся сюда, здесь у нас 0,02. Но, несмотря на это, я даже не хочу эту коллекцию приобретать. Но, по крайней мере, сейчас даже за эти деньги, если честно, она мне не особо нравится. Далее возвращаемся в нашу коллекцию, находим Аберкле, ту работу, которую мы приобрели, до 200 долларов. И мне кажется, она достаточно интересная. То есть она стоит этих денег. Я думаю, на дистанции она себя оправдает. И давайте быстренько пробежимся по другим работам. Далее у нас идут вот такие кружочки с такими квадратиками. Я все-таки предлагаю также купить. Там они стоят, если я буду чеканить, 0,15. По-моему, даже каждая. Я все-таки предлагаю там не чеканить. Пусть лежат про запас. Если эта коллекция стрельнет, мы ее потом расчеканим. И у себя в коллекции ее добавим. То есть смотрите, все, что здесь в джинарте, в дропах, что мы не чеканили, мы можем в любой момент расчеканить. То есть здесь нет никаких газовых войн. Это и есть у них дроп. То есть ты можешь через месяц, через полгода, через год расчеканить это все и продать. Либо оставить себе в коллекции. Но это основные коллекции. А та коллекция, которая выходит 1 декабря, это дополнительная коллекция. И в ближайшее время, я так понял, они писали, что с ними связался какой-то аукционный дом. И у них будет также проходить какие-то параллельные еще продажи NFT. Я не знаю, нас допустят к ним или они будут для других людей. Но в любом случае, это членство для нас хорошая инвестиция, даже для сравнения с артблоками. Если вы посмотрите на те цифры, за которые продаются артблоки спустя 2-3 года, то это хорошая инвестиция. То есть на текущий момент, если мы посмотрим их коллекции, если честно, вот мягко говоря, они не очень. Но если сравнивать с первыми коллекциями, которые выходили, даже те, я сейчас не буду открывать, у них есть еще одна вкладка, еще одна коллекция на открытом море. Она называется Airdrop. Там бесплатная коллекция. Там ужасные NFT, что-то вроде вот такого. То есть там даже их даром брать, если честно, не хочется. Но вот те коллекции, которые в последнее время выходят, ну например, даже вот эти квадратики, мне кажется, они уже такие более-менее приличные. Ну вот, по крайней мере, вот эти, да, такие яркие, запоминающиеся. Вот эти пятна тоже стоят 0,15. Я все-таки думаю, не стоит их брать. Может, я не такой профессионал в искусстве, но на мой взгляд, это пустая трата денег. Есть интересные коллекции. Смотрите, я вам сейчас покажу. Открытое море подвисает. Ну вот, кстати, нормальный, нам надо будет взять потом. То есть нам дешевле взять с пола здесь, с открытого моря, и там оставить у себя про запас одну коллекцию. Но единственное, я предлагаю дешевле взять. Толпа все равно выскакивает. Я не понимаю, люди чеканят там за 0,15 и продают за 0,02. То есть там в 5, в 6, в 7 раз дешевле. Какой смысл? Я, если честно, этого не понимаю. Здесь еще мы не дошли до новых коллекций. Вот у них интересная коллекция вышла. Мы ее тоже не печатали. Цена еще не опустилась. Но я думаю, нам также ее нужно будет со временем приобрести. Спешить некуда. Если цена упадет, да, там ниже 0,05, то в принципе можно ее будет добавить к себе в коллекцию. Но это одна и та же коллекция. Астрата. И вот у них достаточно интересная коллекция. Мне больше всего, если честно, она нравится. Валума. Из тех, что вышли. Вот она представлена, опять же. Но здесь ценник тоже. За эти деньги мы, в принципе, можем сами расчекать. Да, там 0,15. Она вроде столько и стоит. Но она достаточно интересная. Но в любом случае, я думаю, со временем коллекция эти все равно будет дорожать. Ну, может не все, но большинство будет дорожать. Почему? Потому что ограничение идет. То есть здесь не так, как в артблоках. В артблоках идет аукцион. То есть там приглашают всех подряд. И дальше начинают ценники. Там 1, 2, 3 Виталика, 5 Виталиков. И люди начинают торговаться. А здесь у нас ограниченное количество участников. Естественно, в мире коллекционеров намного больше. Если они начнут создавать достаточно интересные коллекции. Примерно как эти. Достаточно качественные, интересные. То, я думаю, будут биться за эти членства. За эти 5100. И потом кому не достанется, им придется покупать с пола. Ну, а понятное дело, что когда ты приходишь покупать с пола, аппетит приходит во время еды. Ты вроде хотел одну купить. Ну, например, вот эти какие-то кружочки. А потом увидел. Вроде это неплохо. А потом еще и думаешь, давай эту возьму. Ну, и получается, что их всего лишь там 5500 штук. Один купил, второй купил, третий купил. И получается, что уже ценник совершенно другой. Поэтому я предлагаю все-таки набирать позиции. Единственное, вот кроме вот этих. Я даже не знаю, зачем их брать. Я думаю, их многие не оценят. Ну, может ошибаюсь. Если вы не согласны со мной в Дискорде, пишите. Возможно, мы их купим. Но единственное, при условии, что там цена будет находиться где-нибудь вот здесь. Ну, где-то в этом районе, может быть, мы возьмем. Ну, вот даже 0,04, да, там 0,04, я думаю, дороговато вот для этого пятна. Просто я, если честно, в нем вообще никакого смысла не вижу. Поэтому 1 декабря в 9 часов вечера по Москве мы участвуем в этом дропе. Коллекция дополнительная, не основная. Поэтому здесь предложение небольшое. Всего лишь 999 штук. И непонятно, какая цена будет. И как будут происходить торги. То есть, я не знаю, аукцион, не аукцион будет. Как он будет. Мне даже, если честно, самому интересно поучаствовать. И, если честно, очень бы хотелось приобрести вот работу из этой коллекции. Я думаю, на дистанции вот эта работа, она очень сильно стрельнет. Ну, а это видно невооруженным взглядом, да, из тех коллекций, которые я вам до этого показывал. Ну, опять же, если сравнить с артблоками, вот те, которые продаются за 30 тысяч долларов. Эта коллекция достаточно интересная. Но у артблоков есть имя. У этих ребят еще нету имени. Но я думаю, с годами это имя все-таки появится. Через несколько дней мне придет леджер. И как только это случится, я сразу начну чеканить NFT. Ну, и немножко введу вас в курс дела. Смотрите, как обычно происходит чеканка и дальнейшее распространение. Обычно разработчики, да, там или создатели чеканят NFT. И дальше с этого же адреса начинают продавать. Ну, и дальше здесь обычно, если на адрес нажать, отображается, да, объем, да, насколько он продал, какое количество продал, общее количество коллекций и так далее. Ну, обычно, если брать в открытом море, можно также отследить. Здесь, скорее всего, статистика идет по общей коллекции, да. Но в любом случае, в основном это автор коллекции, основной объем приходится на него. Ну, по крайней мере, в первые дни. У нас будет немножко по-другому. Ну, те NFT, которые я буду чеканить, то есть здесь будет написано D.com, и с этого адреса не будет продано ни одной NFT. От слова совсем. То есть все NFT, которые здесь будут продаваться в этой коллекции, их будете продавать вы. Ну, то есть после Airdrop'а. С этого адреса будут NFT только перемещаться на другие адресы бесплатно. Ну, точнее, на ваши адреса. То есть если у вас есть NFT-боткоин, да, дальше я с вами связываюсь. Можно сделать несколькими способами. Давайте я сразу немножко заострю на этом внимание. Смотрите, мы переходим сюда, в открытое море, и нажимаем в настройки. Дальше здесь в настройках у вас есть био. И здесь вы можете вбить адрес свой кусамы. Для чего это делается? Для того, чтобы я потом перешел по NFT вашему, и вот на этот адрес перевел дропом, да, Airdrop'ом NFT.com. Ну, для того, чтобы мне лишний раз с вами не связываться. Это двойная работа. То есть мне проще нажать на NFT, да, там номер, например, там 133. Я нажимаю, и здесь сразу высвечивается адрес в сети Kusama. Далее, если вы нажмете на профиль, у вас как раз вот здесь отобразится ваш адрес сети Kusama, который вы вбили. То есть он будет отображаться здесь. И здесь дальше будут ваши NFT отображаться. Соответственно, я нажимаю, например, на номер 182, попадаю в ваш профиль сюда, на вашу страницу, и здесь будет ваш адрес Kusama. Я его копирую, и на этот адрес я отправляю в ваши NFT, Dekoma 182. То есть здесь на самом деле сложного ничего нет. В сроках мы не ограничены, поэтому если вы это сделаете, например, не сразу, через месяц или там через полгода, на самом деле это не имеет значения. То есть в любом случае ваш номер никуда не денется до тех пор, пока вы его не получите. Насчет этого можете не переживать. Время не ограничено. Но в идеале, конечно, в следующие там хотя бы 3 месяца все их распространить. Поэтому особо тоже, ну, желательно не затягивать. Далее у нас в группе скинули достаточно интересную ссылку. Здесь у нас обезьяна. И видите, стоимость 1 миллион долларов. Девушка сняла про NFT. Я этот обзор не смотрел. Но я, в принципе, понимаю, о чем она рассказывает. Ну и самое интересное, это, естественно, комментарии. Ну и вы видите, о чем здесь пишут обычные люди. Стоит столько потому, что есть олени, готовые за это платить. Но это, знаете, когда ты покупаешь дорогой автомобиль, очень дорогой автомобиль, да, почему ты его покупаешь? Потому что ты можешь его себе позволить. Но так же относится ко всему. Ты можешь купить дорогой алкоголь, ты можешь купить дорогую обувь, либо дорогую одежду, да, куртку дорогую или носки дорогие. Почему ты это делаешь? Потому что ты можешь себе это позволить, а потому что ты это заслужил. Ты этого достойен и так далее. Многие люди не понимают. То есть он будет ходить там в драных там кроссовках и говорить, какой дурак там покупает обувь, там, не знаю, за тысячи долларов. Но опять же, тот, кто может позволить. Ты себе этого не можешь позволить. Поэтому это не означает, что те люди, которые могут себе позволить NFT за миллион долларов, они олени. Я к чему это все показываю? На сегодняшний день у нас, видите, толпа еще не готова к рынку NFT. А у нас есть еще как минимум три года для того, чтобы закрепиться на этом рынке. И это на самом деле очень хорошо. Поэтому спешить не стоит. У нас есть достаточно времени для того, чтобы сделать все грамотно. Опять же, вернемся немножко назад к GenArt. То есть они создали NFT и они создали токен GenArt. Этот токен, он создан для голосования. То есть вы подключаете здесь и голосуете. На данный момент я могу подключиться, да, 893 номер. Но я посмотрел, тот человек, который покупал это NFT, он уже отчеканил, сколько там полагалось, там, по-моему, 4000 NFT GenArt. Ну, то есть, грубо говоря, смотрите, эти токен, они созданы для голосования, для DAO. А NFT для членства. То есть, получается, я могу покупать коллекцию, но я не имею права голоса. А тот человек, который взял, отчеканил эти GenArt и продал мне NFT, он не может покупать коллекции, да, вот эти вот, но он имеет право голоса. То есть, получается, разделение, то есть, я настроен покупать на долгосрок, я покупал GenArt, но я не имею права голоса в децентрализованной организации. То есть, я там никто. А он, получается, он может там открывать рот, но он не может приобрести коллекцию, за которую он открывает рот. Но вы понимаете, насколько это глупо? То есть, если создавать подобные, да, коллекции, то есть, если создавать децентрализованную организацию, то если ты приобретаешь NFT, эта NFT должна иметь голос. То есть, как только ты потерял это NFT, продал, да, ты лишился голоса. Нет смысла разбивать. То есть, вот то, что они создали, вот этот GenArt токен, он не нужен на самом деле. То есть, они сами себя ухудшили на дистанции. И как они от него дальше избавляться будут, мне, честно, непонятно. Почему? Потому что дальше многие люди будут приходить, коллекционеры покупать. В первую очередь, их же интересует NFT, их интересует попасть в белый список для того, чтобы приобрести какую-то работу, да, из какой-то коллекции. Им, в принципе, этот токен нафиг не нужен. Но получается, если проводить какие-то интересные, да, серьезные, выбирать коллекции, проводить какое-то голосование, голосовать здесь будут вообще какие-то левые люди, у которых даже нету этого самого членства. Ну, то есть, настолько все тупо вот сделано. У меня просто, если честно, нет слов. А можно было это все привязать к NFT, да, к тому же членству и не выпускать этот GenArt. Второе, они за этот GenArt планируют в дальнейшем продавать, да, там, ну, скорее всего, я так думаю, эти коллекции. Смотрите, во-первых, это не ликвид. И, например, если набирать позицию даже, там, купить какую-то работу, да, там, даже на тысячу долларов, а если еще и пять тысяч человек набирает, то здесь пампы-дампы будут просто. И никто этого делать не будет. Но представь, тебе надо купить работу, она указана, там, например, да, там, за 500 долларов через дроп. Ты начинаешь набирать позицию в GenArt, и она, в GenArt, получается, средняя цена ты набрал, там, на 2000 долларов или на полторы. Никто этого делать не будет. То есть, если взять в Италиках, мы сейчас покупаем, он не такой волатильный, то есть, и достаточно ликвидный, но ты набрал, тебя даже никто не заметил. Поэтому, опять же, он не нужен. То есть, у них не такое большое сообщество. Я понимаю, если бы у них было сообщество, да, членских билетов было бы, там, сотни тысяч штук, да, ну, достаточно такое крупное сообщество было, и они пришли, сказали, зачем нам покупать Виталики, нам пора уже создавать свою криптовалюту, мы можем ее стейкать. У нас огромное сообщество, и мы достаточно ликвидные, у нас огромное количество денег. Да, вопросов нет, это имело бы смысл, но они ограничены пятью тысячами ста человек. То есть, больше людей не будет, соответственно, ликвидности здесь никогда не будет. И вот это вот самое, наверное, глупое, что можно было сделать, несмотря на это они сделали. И дальше они вот предлагают их распространять, продавать и так далее. То есть, мы в DAO не участвуем, но мы являемся членами. То есть, поэтому основная наша задача сейчас набить шишек, да, на молодом рынке NFT и не повторять чужих ошибок. И в завершение видеообзора, недавно я проводил голосовой чат, его хотел провести только для владельцев Декома, но потом решил провести для всех. Почему? Потому что у нас многие люди забронировали Деком, да, и не покупали. Но они все равно часть Декома, несмотря на то, что они еще не приобрели. Поэтому я решил провести его со всеми. Честно, я планировал провести его минут 15-20. Мне интересовала обратная связь по цвету NFT, потому что я хотел первую коллекцию запустить белого цвета. То есть, без каких-либо цветов. Мы это согласовали, но в итоге у нас голосовой чат затянулся там на несколько часов. И многие его все равно не посмотрели. И было бы хорошо, да, там записать. То есть, там на самом деле ничего такого серьезного не было. Мы об этом говорили в предыдущих видеообзорах, я рассказывал. И смотрите, в дальнейшем я планирую чаще проводить голосовые чаты, для того, чтобы больше узнавать обратную связь. Будет ли у нас со временем, да, вот то, что здесь предлагают, обязательно это будет. Смотрите, как это вообще, по идее, должно быть. У кого-то одно NFT, у кого-то там пять NFT. Естественно, если у тебя одно NFT, у тебя один голос. Если у тебя там три NFT, то у тебя три голоса. И по идее мы должны создавать отдельно на субстрате, в DAO где-то, да, голосование какое-то. На текущий момент я еще не изучил субстрат. Я не знаю, получится ли у нас подключать, да, вот те NFT, которые я чеканил в ближайшее время. Надо изучить подробно. И в дальнейшем, если это будет возможно, мы будем уже на субстрате проводить голосование. Но опять же, напоминаем, мы не фонд. Мы децентрализованное сообщество. И нам надо на данный момент осторожно себя вести. Почему? Потому что непонятно, какую сторону в дальнейшем выберет комиссия по ценным бумагам в отношении рынка NFT. То есть, смотрите, мы можем, конечно, все послать и остаться только на рынке СНГ. И отказываться от граждан Соединенных Штатов Америки. Возможно, от многих западных стран, да, ну, европейских имеется в виду. Но я думаю, это не решение. Я думаю, нам надо просто себя аккуратно сдержанно сейчас держать, пока не будет понятна вот позиция комиссии по ценным бумагам в отношении рынка NFT. Поэтому, в первую очередь, мы не фонд. Мы децентрализованное сообщество. И мы себя позиционируем как децентрализованное сообщество. Поэтому везде и на сайте у нас будет написано просто децентрализованное сообщество. У нас Грета предложил составить какой-то там простенький white list. Я не могу составить даже простенький white list, потому что если я напишу что-то не то, больше того, что положено, да, потом нас могут за это, ну, не сказать, что привлечь, да, но мы можем получить по шапке. Как это будет выглядеть? Мы не сможем выйти на открытое море. Ну, грубо говоря, нас просто туда не пустят. На централизованные площадки. То есть мы можем торговаться там на субстрате, да, в децентрализованных площадках, но нам все равно хорошо выходить на централизованные площадки. Почему? Потому что там основная толпа. Ну, так же, как централизованные биржи. Люди любят централизованное все. Почему? Потому что там дешево. Дешевые комиссии и так далее. Поэтому нам нельзя от этого отказываться. И торопиться не стоит. Вот я специально показал вам ребят, вот из GENART, как они напечатали токены. И со временем им это все-таки аукнется. Я не знаю, как они будут выходить из этой ситуации. Поэтому с white list, если честно, я не знаю, я могу его составить, но там будет просто написано, что мы децентрализованное сообщество. Все, больше ничего. То есть о том, как мы в дальнейшем планируем финансироваться, за счет чего и так далее, там писаться не будет. То есть что мы планируем в дальнейшем сдавать в аренду и так далее. Почему? Потому что у нас все меняется. Мы подстраиваемся под рынок. Более того, я даже не могу составить нормальную дорожную карту. Я смотрю, многие ребята там создают дорожные карты, что-то обещают и так далее. Рынок молодой, перспективный, быстро развивающийся. И нам надо также быстро развиваться. От того, что я напишу, что через месяц будет один дроп, потом еще через месяц второй, третий, это все ерунда. Это не дорожная карта. Дорожная карта это намного серьезней. И поэтому даже вот реально мы не можем нормально дорожную карту. Вот представьте, была бы дорожная карта, и тут бабах, я предлагаю перейти на субстрат. А этого нет в дорожной карте. Ну и как потом отталкиваться от этого всего? Поэтому на данный момент нам это на самом деле лишнее. Оно будет только нас сдерживать. Дальше, что касается записи стримов, ну скажем, в голосовом чате. Я думаю, этого не имеет смысл делать. Мы будем их проводить чаще. А основное я все равно буду выкладывать на YouTube-канале. То есть есть вещи, которые лучше всем не рассказывать. То есть не выкладывать в открытый доступ на YouTube. Даже если закрытый доступ для Декома. То есть есть вещи, которые можно записывать, есть вещи, которые не стоит записывать. Вот то, что мы обсуждали здесь в голосовом чате, это лучше не выкладывать на YouTube. А то, что можно, в принципе, я озвучиваю и выкладываю. Мы будем, опять же, напоминаю, чаще проводить, может раз в неделю, может раз в две недели, проводить голосовые чаты для того, чтобы выбирать наиболее лучшее решение, наиболее лучшее направление для развития Декома. Дальше, для принятия решения, опять же, мы будем стараться это делать в Дао. Сейчас мы этого делать не будем. То есть нам надо сейчас отчеканить, потом нам надо найти Дао на Субстрате. И опять же, как будет происходить голосование? Это не будет голосованием. Мы не можем проводить голосование. Почему? Потому что мы не знаем, как будет относиться к голосованиям комиссия по ценным бумагам. Но мы можем проводить опросы. Как это проводят, в принципе, любые торговые сети. То есть у нас есть пользователи, да, сообщество Декома, и я могу провести опрос. Ну, например, как проводится опрос. Выкладывается изображение вот это, да, и пишется вопрос, как вы относитесь к этой коллекции. И дальше положительно или отрицательно. Ну, и дальше вы голосуете, да, положительно вы к ней относитесь или отрицательно. Если положительно, то, в принципе, мы можем приобрести эту коллекцию или, там, это NFT в коллекцию Декома. А если отрицательно, то нет. Ну, то есть надо сделать аккуратно это все. То есть мы не можем сейчас вот брать просто и делать, как все. У нас на рынке NFT на данный момент 99,9% скама. И, естественно, при малейшем шорохе они просто соскамятся. Я не хочу скамиться. Я, наоборот, хочу выйти вот максимально высоко, насколько можно. И поэтому нам надо аккуратно это все делать. Тем более блокчейн публичный. Все, что там совершается, все транзакции, они также остаются в блокчейне, записываются. Может, я слишком осторожен. Но, в любом случае, лучше так, чем потом за тебя возьмутся. Естественно, если ты будешь оставаться на уровне дна, да, ты никому не нужен будешь. Но, так как у меня планы амбициозные, поэтому я стараюсь это все делать аккуратно. А как только ты выйдешь, ну, максимально высоко, насколько это можно, то, в принципе, ты будешь привлекать внимание различных учреждений, особенно государственных. Ну, а там долго не разговаривать. И, опять же, почему я и говорю, если мы вернемся опять сюда, на Marketplace, то есть здесь будет создан адрес, и с этого адреса не продастся ни одной NFT. То есть, если даже вдруг кто-то потом будет заходить, изучать что-то, да, а продавались эти NFT, не продавались, то здесь не будет не совершено ни одной транзакции за кусами, скажем так. Все, что будет с этого адреса идти, это будет идти бесплатно airdropом на другие адреса. А дальше то, что вам приходит, вы можете спокойно здесь выставлять и продавать. Далее я еще подумал немножко, но, опять же, это предложение, это не утверждение. Смотрите, для того, чтобы нам заинтересовать новых участников сообщества, я все-таки предлагаю дать им право голоса. Смотрите, мы разбили NFT там на несколько частей, ну, предположим, на 10 частей, да, и в дальнейшем вам будет капать дропы, airdropы, да, то есть, если у вас есть первая коллекция, дальше бесплатно вам будет, ну, прилетать, скажем, вот такие вот уточки образно, да, там, ну, представим их 5 штук. То есть, у вас есть основная коллекция, дальше вы в один прекрасный день просыпаетесь, открываете кошелек, у вас такая утка, потом такая еще, потом такая и такая. И получается, что у вас будет не один голос, да, а получается 5 голосов, если у вас будет коллекция из 5 NFT декома. Но нам надо заинтересовать, если вы захотите вдруг в дальнейшем продать, и чтобы вы могли продать максимально дорого, опять же, здесь должна заинтересованность всех быть. Я предлагаю все-таки дать им также голос, каждый NFT голос. То есть, если у вас 5 NFT, у вас 5 голосов, если у вас 1 NFT, у вас 1 голос. Я думаю, это будет справедливо, и людям будет интересно покупать. Для сообщества это также положительно скажется. Почему? Потому что, когда человек будет вступать в сообщество как равноправный, да, член сообщества, то я думаю, это будет намного интереснее для него и для сообщества. То есть, больше мы приобретем, чем потеряем. Но, опять же, это не окончательное решение. Я предлагаю сделать так, ну, а дальше мы в дальнейшем проголосуем. Сейчас об этом говорить рано. Почему? Потому что мы еще даже не выпустили первую коллекцию. Как только выпустим первую коллекцию, перед тем, как будем выпускать вторую коллекцию, я думаю, мы об этом поговорим, в том числе и в голосовом чате, взвесим все за и против, и придем к какому-то, я думаю, к общему решению, которое будет интересно для всех, в том числе и для будущих держателей NFT-декома. То есть, основная задача, смотрите, нам сделать так, чтобы люди хотели покупать NFT-декома. И еще, немного забегая вперед, в дальнейшем я планирую, когда мы будем мигрировать в другую сеть, опять в Polkadot мы с Kusama будем уходить, потому что Kusama это промежуточная сеть, мы сделаем, скорее всего, у тех, у кого есть какая-то коллекция, да, из нескольких штук, они могут трансформироваться в какое-то другое NFT более интересное. Ну, например, если у тебя есть коллекция из пяти NFT, да, их всего вышло пять штук, то ты можешь их трансформировать в какой-то одной NFT, это будет, например, NFT зеленого цвета, либо еще что-то, либо мы наймем какого-нибудь художника, он что-то придумает более интересное. Если у тебя есть две NFT, то оно может трансформироваться, например, в серебряный цвет, да, восьмерок. Если три NFT, например, да, то в золотой цвет, да, если четыре NFT, например, то в платину, да, ну, образно, а если пять NFT, то зеленый цвет. Но это, опять же, наподумать, и это будет не скоро, то есть это будет тогда, когда запустится сеть Polkadot, полноценный запустится Marketplace, и технология, та, которая будет представлена на рынке NFT, она будет позволять это все сделать. То есть в теории это все можно сделать, но на практике, на текущий момент это сделать нереально. Друзья, на этом сегодня все. Всем хорошего настроения, инвестируйте с умом. Ты заходи, если что.